Здравствуйте, друзья! Живу в Сибири, в Хакасии. И сегодня я хочу вам сделать обзор козул, то есть томаты козула из серии по сортам. Совершенно нет времени, чтобы я вам делала обзор из дегустации, разрезала, смотрела на вес и прочее. Ой, друзья, вот они такие вот славные, хорошие. Долго очень сидели, раскачивались. Но в итоге-то посмотрите, как они народили, сколько у них много томатов. Кстати, вот на этот томат я делала обзор. Это козула 121. Вот такая она шикарная. И там наверху, если вы видите, проглядывают красные томаты. В общем, снизу доверху уже все нас пели. Вот еще один кустик такой же. Какие славные. И рядом томат, а рядом козула 142. Тоже посмотрите, какая шикарная. Но я не знаю, как же их не любить, эти козулы. Вот на эти два сорта и делала я вам обзоры. У меня как бы по два кустика всех томатов. Вон там второй кустик и тоже красный. И много показывать мне сложно. Я туда, в этот рассадник, не хочу залазить. Но вам видно, что это такие урожайные, хорошие томаты. Рядышком козула 136. С ней маленечко похуже. Плоды тоже есть. И вон и крупненькие висят, хорошие. До самого верху она вяжет. Но они почему-то еще совершенно не спелые. Но не спелые. И плодов вроде как и немало. Немало. Но вот такая вот она козула 136. Вот рядом еще одна козула, которая начинает поспевать, окрашиваться. Я думаю, что это тоже, наверное, 136. Она мне почему-то не подписана. И вот, оказывается, от нее это идет ветвь. Вот. А рядом? Нет, наверное, вот как бы они разные. Это просто плоско-округлая такая. Плоско-округлая 136. Это, наверное, что-то другое. Но я думаю, что я потом разберусь с ней. А там козула тоже 142. О, какая же она урожайная. Какая же она урожайная. Вот такая хорошая. Козула 130. Она уже, конечно, поспевает. Посмотрите, какой у нее носик. Прямо красавица. Такой вздернутый. А-а, остренький. Какая выбражуля. Просто выбражуля какая-то. И там наверху тоже есть томаты. В общем, вот такая эта выбражулька. Козула 130. Но я не скажу, что на ней сильно много. Она вешана, завешана. Но томаты есть. Есть, есть, есть. Ну, дальше тоже еще кустик. Вот я так веду осторожно. Вон, с такой же козулой. По-моему, с такой же. Да, носики торчат, курносики. С такой же козулой. Вот так. Козула 130. Это козула 156. Посмотрите, какая тоже. Какая интересная. Вся в томатах. И дальше кверху. Там тоже томаты. В общем, вот так как-то мне показывать плоховато. Это тоже на 156. Но здесь они как-то меньше спелых томатов. Но томатов-то много. Много. И такие крупные. Даже наверху. Давно я их все пообрезала. На нет. Просто на нет обрезала. И после того, как обрезала, они хоть заросли, укрупнились, наросли. И я их увидела. Думала, вообще, у меня не будет козулы. Но она молоточек. Ой, я, знаете, всем рекомендую. И буквально все сорта хорошие. Буквально. У меня еще козула 186 есть в теплице. Она вообще не показала себя. Не показала. Она очень хорошая. Я ее повторю. А потому что у меня там вообще плохо росли томаты. Вот это новая теплица. И кто со мной на канале, эта вот сторона вообще не росла. Один томат выдернула и выбросила. Фляшин. И думала, и эти хоть убирай, выдирай и убирай. Но, знаете, они все-таки потом наросли. Плохо. Не очень урожайные. Но наросли. Вот так вот. Наросли. И вот она, 186 козула. Так. Да. 186 вижу. Вот у нее тоже как бы стали завязываться. Вообще недавно совершенно ничего не было. Ничего. Теперь есть, есть томаты, но не так много. Понимаете, она... Ну, здесь все томаты не росли, не росли. И потом они дальше вроде стали расти. Только уже когда им расти. Не знаю, он до верха дошел. Но, по крайней мере, я соберу семена. Я думаю, что я здесь еще буду включать обогреватель. И у нас еще есть полмесяца, когда мы будем... В которые мы будем жить без заморозков. И поэтому я думаю, что семена ИС-86 я соберу. Друзья, теперь вы знаете, какие у меня есть козулы. И что они имеют место быть. Вот. Всем рекомендую. До свидания. С вами была Наталья Гелезудинова. И мой канал Делимся опытом взаимно. Друзья, в конце этого видео, в описании под видео, надо так сказать, я оставлю свой номер ватсапа. И напишу, напишу там в описании, какие условия будут у меня с выпиской семян. Оставлю ссылку на Одноклассники. Там есть каталог. Каталог очень большой. Я не знаю, там больше 200 сортов томатов. Все сорта достойные. Вот все, куда ни... На какой сорт не посмотришь. Все там сорта сфотографированные, фото с описанием. Так что, если будет желание, пожалуйста, обращайтесь. До свидания.